Завижу вот это объявление рекламы, Елены Стажук, иконописная школа и режим онлайн. Благодаря уникальной программе, созданной мастером-иконописцем с более чем 20-летним стажем, Елены Стажук, ученики русской иконописной школы, впервые создают свои иконописные произведения. Хотя до этого они не работали с левкасом кистями и красками. И что самое удивительное, они делают это не выходя из дома, имея лишь доступ в интернет. Человек создан Господом Богом, Отцом Нашим Небесным, чтобы мы находились в окружении прекрасным. И этим занимается русская иконописная школа. Помимо практического освоения искусства иконописания, на протяжении обучения ученики получают уникальные знания от служащих священников и преподавателей Самарской духовной семинарии по теории иконописи, знакомятся с основами христианского искусства и богословия. Огромная благодарность всем преподавателям, в том числе, конечно, Елене Сталжу. Всегда что-то непонятно, всегда отвечают, всегда на связи. Елена Александровна сразу подкупилась своим, ну, добротой, вот почувствовалась такая от нее душевность. Мы, наверное, все превратились, стали такой своеобразной семьей друг к другу. По сложившейся традиции, русская иконописная школа проводит ежегодный фестиваль, на котором представлены работы учащихся не только с разных уголков нашей страны, но и мира. Для меня это встреча с Господом, которая происходит вот на наших глазах, на примере учеников русской иконописной школы, для меня это самое важное. В рамках фестиваля преподавателями школы проводятся уникальные лекции и мастер-классы, где каждый желающий может попрактиковать себя в изобразительном искусстве, церковном пении и даже росписи на стенах православного храма. Я вообще вот этому онлайн-проекту русской иконописной школы доверила с самого начала, потому что меня потряс профессионализм, подход к обучению. Насколько с любовью сделано это все. Преподаватели, кураторы, служба заботы и другие специалисты школы гарантируют, что ни один ученик не будет оставлен без помощи в трудной ситуации. Елена, куратор, сказала, что я здесь обрела семью. На самом деле это такое же, какое-то у меня было, хоть и разные города. Вот такое великолепное занятие, затея, оно осуществилось, и это счастье. Его невероятность в том, что учатся онлайн, я думал, что это невозможно. Я был убежден, что это невозможно. У людей есть возможность, есть желание учиться, но нет возможности приехать на место учиться. И современные технологии нам дают такую возможность. В школу приходят учиться люди разного возраста, с разным уровнем художественной подготовки, с разными взглядами на жизнь и веру. И каждый из них проходит свой уникальный путь, который неминуемо приводит к внутреннему преображению. Счастье для любого православного человека — это жить с Богом. А радостью можно наполнить, как один из способов жить с Богом, это жить в сотворчестве с Ним. И именно этому нас научила Елена Александровна. Субтитры создавал DimaTorzok